Мы читаем Шри Радха Раса Судханитхи, шестой стих с комментариями Анатадас Бабача Махарача. Шестой стих. Слава Никунжа Деви, Богиня Кунж, когда сын Махараджи Нанды, Кришна падает в обморок, пронзённый миллионами стрел Камадева. Она приводит его в чувства волнами нектара прикосновений своего тела, Сущность блаженной расы. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Слава Никунжа Деви, которая оживляет сына Махараджи Нанды. Когда сын Махараджи Нанды, Кришна падает в обморок, пронзённый миллионами стрел Камадева, Она приводит его в чувства волнами нектара прикосновений своего тела, Which is the essence of divine blissful rasa. Сущности блаженной расы. Рады, рады. Гаврачандра, Prabhu, Gurudev, all devotees. I think yesterday you told about Kama Gayatri, the same, the same, right? Like today we are reading, like Radhika is Pushpabana, that she has these arrows. Please, can you repeat once again for Russians? Because yesterday not so many Russians were at Zoom, and they were very, very interested about this manjari vision on Kama Gayatri. Скажешь, Гаврин Дамахини, по-русски? Да. Вчера на японском Zoom было очень удивительное на самом деле объяснение Kama Gayatri с точки зрения манджари пхавы. Вот в конце Гаврачандра, Prabhu, он поделился, и в нашем чате, я думаю, вообще будет интересно тем, кто повторяет Kama Gayatri, именно узнать вот это настроение с точки зрения манджари пхавы. Потому что Шила Гуру Дэв, Нарайя Нагасвами Махарадж, он в своей книге «Сокровенный путь предности» он написал, он написал этим Искон, да, Гуру Искон, как медитировать на Kama Gayatri, но там было с точки зрения Саки Бхавы. Я попросила повторить, что эта запись у нас останется, чтобы все русские преданные могли тоже медитировать. Еще раз пахтаем нектар, наш океан нектаром. Два дня назад мы обсуждали здесь разные темы с Капинатхом, с Сунити, с Гуру Дэвом. И Капинатх стал читать стих Радхараса Суданиты, 39. И там в шлоке описывается то, что Радхарани, она бросила свой взгляд на Кришну. И Кришна, он теряет самообладание, у него выпадает из рук флейта, выпадает его головной гор с павлиним пером, и в конечном итоге он теряет сознание. А потом мы стали читать Вилапа Кусуманджави, 16 стих, где и объясняется, что случилось после того, как Кришна потерял сознание. В Радхаране у них были любовные игры, встречи, и Кришна теряет сознание. Но Радхаране расстроилась, потому что он упал, потерял сознание, а она хочет продолжать, она ещё больше хочет обмена любви. Но у неё не получилось привести его в сознание, разбудить. И она зовёт Туласи Манджари и говорит, пожалуйста, приди, нам нужно его разбудить, привести в чувства. То есть раньше я знал объяснение Камагайатри, как медитировать, что Кришна, он пушпаная, то есть он выпускает эти стрелы любви. Кришна, он привлекает гопи своим прекрасными взглядами, своим пением, своими разговорами. Таким образом он всегда привлекает гопи. Да, ну вот это было то объяснение, которое я раньше читал, но вчера Гуру Дева объяснил, что пушпаная на самом деле это Радхика, которая бросает всего лишь один взгляд, и этот взгляд как стрела любви. И из-за этого Кришна теряет сознание. И когда мы совершаем садану к Манджари Бхави, теперь мы можем медитировать на это, что Радхарани бросает взгляд на Кришну, вот эту стрелу любви, он теряет сознание. И в результате мы, как Манджари, уже начинаем наше служение и помогаем ему прийти в себя. На это надо медитировать. И также еще важно учитывать, что Кама Гайатри существовала еще до прихода Читани Махаправу, появилась еще до него. Но значение толкования этой мантры всегда было до уровня Сакхи Бхавы, что гопи привлекаются им Кришной. Но после прихода Читани Махаправу и по линии преемственности через наших Гуру Ачарьев мы пришли больше к пониманию именно Манджари Бхавы, более глубокому пониманию Кама Гайатри, мантры. Сри Радхарь. Спасибо большое. Спасибо, Гаурачандра Прабху. В самом деле, вы знаете, этот verse, 36, да, вы говорили? 39. The verse where Krishna is fainted and the flute is falling from his hands, it is this very verse. It's the favorite verse of Shrila Narayana Goswami Maharaj. As I remember, he told this and he was completely fixed on Radhika, but I think when he had a conversation with ISKCON, he was, you know, not so close with them. That's why we're so lucky to have a close association of our Gurudev that he's sharing so freely with us because it's really, it's hidden, all the hidden. And Narayana Maharaj, yes, he was so fixed. Once, one devotee was asking him, O Gurudev, can you explain me the meaning of the Krishna's names when you put in tilaka, yes, on the parts of the body? And he was, Narayana Maharaj, he was staring at him and suddenly he said that, you know, I only know the name of Radha, like this. So he was completely absorbed, but it depends on the closeness of the disciple and of the Gurudev. So thank you for sharing this, for deepening our understanding and our meditation. Ну, как, я переведу, или Гавинда Махини скажет. Давай я быстренько переведу. Я сказала просто, что Шила Narayana Maharaj, да, Шила Gurudev, его любимый стих был как раз тот, который описывает, как Кришна, как у него съезжает корона с павлиним пером, как флейта выпадает его из рук, когда он видит Radha, как он падает, как Тхоти, да, сваливается с него, как он в полном экстазе от того, что он созерцает, да, свою возлюбленную. И я тоже сказала о том, что он был полностью зафиксирован на Radha. И просто он в беседе с Искон, да, он был с ними, ну, не так близок, конечно, поэтому он не раскрыл все эти тайны. Поэтому как нам повезло, что наш Gurudev может с нами делиться так открыто, такими, ну, свободно и открыто, что нам очень-очень повезло. И я сказала тоже, вспомнила, как один однажды один преданный спросил Narayana Maharaj, ну, о значении имён Кришны, когда мы наносим Тилаки, да, вот, ну, объяснить каждое имя. А Gurudev на него так посмотрел и сказал, знаешь, говорит, я знаю только имя Radha. Поэтому нам очень повезло, что Gurudev с нами очень открыто делится, очень свободно. Еще вот эту вот шлоку повторяет, тоже часто он сказал. Очень популярная тоже, да, любимая шлока, правильно? Это шлока, лау, бот, бот, бот. More, one time, more. Это значит, я люблю его. Я следую за ним, и я люблю его. What is this meaning? А что это значит? That before Chaitanya Mahaprabhu also there was Raga Bhakti. Это значит, что и доча Тани Махапрабху была Raga Bhakti. Right? Правильно? But Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was not there. What is the meaning of Mahaprabhu What is the meaning of Mahaprabhu that Mahaprabhu is the speciality Mahaprabhu means some his mind and heart some other desire was there Mahaprabhu means you want to fix in this material world his mano-wishnam That desire of him he want to search down here So, and what is that? And what is that? That is the Manjidivha Chaitanya Mahaprabhu Without Manjidivha you cannot see Radha Rana If you are not near Sarup you cannot see Radha Automatic Krishna will come and steal your mind or he will send some Maya to you He is a naughty He is a liar He is a stealer He knows how to steal lie and naughtiness because if you do not come straightly he will send some Maya heavy Maya to you to catch you Maya will catch you Krishna Krishna, he is such a polite He is a liar and he is a liar and he will come and steal and if you do not come in the right mood he will send Maya and some illusions and you will get into it 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 But He is a long Christian Krishna from Radha Rani He wants to serve the Radha and Radha's Dasi Так что он никогда не беспокоит их, никогда не беспокоит их, никогда не беспокоит их. Но если вы станете служанками Радхарани, если у вас вы разовьете это настроение, то Кришна уже не сможет вмешаться, он не сможет уже забрать вас оттуда, увезти куда-то, то есть вы уже останетесь там. То, если вы хотите понять Чайтана Махаправу, он дает нам подарок в этой материальной, heavy, heavy материальной времени, то, что если вы получаете, что если вы получаете в материальном мире, то это Калиюк-тайм, то вы получаете только в саруп, то есть вы формы. Калиюк-тайм, кто вы, и если вы, в Радхадаси, он будет показывать вам, он будет помогать вам, он будет помогать вам, он будет помогать вам. Что-то, если вы получаете что-то, все это, что вы были рады, что все благоприятные, то все благоприятные, которые вы получаете, вы будете помогать вам, это улучшение. Радха, и я буду очень счастливым, когда ты становишься в какой-то время глупо за меня, я буду просить тебя даршан Радхи. Она очень-очень красивая. Очень-очень красивая. Что это значит? Это когда вы зафиксируетесь в Манджри Бхаве, когда у вас будет вот это настроение, то Кришна на самом деле всё вам даст. Он вам и поможет, и будет заботиться о вас, и сделает всё для вас. Да, если вы являетесь служанками Радхарани, то есть для него это уже неприкосновенные Личности, и он, наоборот, будет даже рад служить вам, потому что, когда будет момент злости или ещё что-то, он может к вам обратиться, и он будет очень-очень рад с вами общаться и даже служить вам. Манаврити превратится в читаврити. У вас есть одна? В салимин. В салимин. У вас есть одна? В салиминя, что в Манависты, вы понимаете и секретесь, вот это, как вы понимаете. Вы умеете об этом, чтобы читать это. Что нужно? Нужно сделать только одну вещь, одну вещь всего — это зафиксироваться в манджаре-бхаве, что мы служанки-радхи, и обязательно должна быть жажда ещё. То есть с одной стороны мы должны определиться чётко, что да, мы служанки-радхи, и должна быть сильная жажда. И вот всё это вместе, а тогда уже, как говорит часто Груте, нужно или украсть, или обмануть стил каким-то образом, но всё равно нужно следовать этому. И тогда у нас будет уже сварупа и всё. То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть. То есть, то есть, то есть. Я не могу жить без тебя. Я не могу жить без тебя. Правда или нет? Это слово, что он использует или нет? Да, каждый лекция. Органистан. Органистан. Вы все не следите за ним, потому что вы забываете эти вещи. Забудьте обо всём. Нужно следовать этому. А если вы тому не следуете, то вы опять можете уйти куда-то. То есть, и потом он скажет, я ваш, я ваш, я ваш. Правильно я говорю? То есть, часто говорит он. Органистан. Это он. Не забывайте. Попробуйте. Это это Саддху Санга. Это это Гуру Санга. Вы живете с вашего Гуру Дэв. Гуру Санга – это это. Он всегда с его словами. Вы должны верить в него. И вы сможете это. Почему вы не думаете? Это Гуру Дэв. Прости, пожалуйста. Я просто, ну, значит, здесь Садда Махараж говорит о том, что ученики Нарайана Махаража, он говорит, смотрите, вы же не следуете сами своему Гуру Дэву, потому что он на каждой лекции, вот там Сунити и прочие подтвердили, он всё время повторял стих «Тавай восьми, тавай восьми». Это что я твой, я твой, да, я не могу жить без тебя, Радика, да, что он, ну, Гуру Дэв. Садда Махараж говорит, смотрите, ваш Гуру Дэв постоянно говорил, да, что Радика я без тебя жить не могу, а вы, говорит, следуете вообще этому. Ну да, он говорит, не уходите из Санги, садху Санга, и нужно следовать и наставлениям Гуру Дэва, и оставаться среди ващнавов, да, иначе вы уйдёте куда-то там, не туда. Потому что Бхагава is not giving Gopi-бхава. А в Гопи-гите, если он говорит, там нет Gopi-бхавы, там нет Gopi-бхавы? Then what is the Manuvishthaam of Chaita-мина? Then what will you give new things to me? Что тогда Manuvishthaam учить Танью? Что там нового? Он впервые пришёл дать Gopi-бхаву? My question asking every day to all of you. Be coming to Gopi-bhav to give the Gopi-mahav? This is my question to all of you. Это вопрос для всех. When God answers, you say me. This is Manuvishthaam of Chaitanya. Что Читане Махапрабху пришёл, чтобы Gopi-бхаву дать? Это вопрос ко всем к вам. Зачем он пришёл? Gopi-bhav? Ramananda Samvat, Baba. Ramananda Samvat. Only Manjari-bhav. Yeah? That's the point. Manuvishthaam, we know practice. Then what you follow in Chaitanya? What you follow your guru line, guru-warga? Nothing. То есть, если вы не практикуете это, то как вы следуете Читане, как вы следуете гуру-warga? Правильно я говорю? Yes. He came to relish Gopi-bhav, но spread Manjari-bhav, right? Стрейнер, не деборсин, что вы будете становиться Если вы будете концентрироваться на гопи-бхаве, то вам будет очень сложно потом... Минимум. Очень тяжелая практика. То есть, если вы сфокусируетесь на гопи-бхаве, то вам будет очень сложно перейти на манджри-бхаву. Да, это минимум 5 лет. Вам потребуется очень сильной практики, минимум 5 лет, чтобы прийти к манджри-бхаве потом. Понимаете? Если вы будете идти в сторону гопи-бхавы. Если пограничная, то проще получается. Я даже не был манджри-бхав. Мой гуру-дев, я сказал, гуру-дев, могу ли я читать Говиддали Ламриту? В начале, 5 дней после. Он никогда не перейдет этот книг. Я сразу спросил гуру-дева своего, могу ли я читать Говиддали Ламриту? А он мне сказал, ты даже не прикасайся к этой книге, Говиддали Ламриту. Теперь я понимаю, почему он никогда не перейдет этот книг. Так что, без вашего шаруфа, если вы touchете, вы будете идти в вашем садхагдеха, идентифицировать и думать, что вы будете полностью капут. Капут? Как вы говорите? Капут? Мы имеем то же самое в русском. Капут. Так что теперь нужно для трансляции. То есть, если вы не развили еще свою сваруфу, то есть четко у вас еще сваруфа не развита, и вы читаете такие книги в Гови-бхаве, то все, у вас капут наступит. Без перёда. Не трансляции. Вы становитесь садья, вы становитесь к Кришне. Да. Да, вы преподаетесь к Кришне. Так что я практикурую, вы понимаете? Я практикурую. Вы видите это? И если вы становитесь гопи, вы становитесь манджари. Как вы становитесь манджари? Можно вопрос. Махарадж, пожалуйста, как нам донести ваше послание тем, кто находится в Гопи-бхаве или в Кришна-бхаве, но такие, как вы говорите, пограничные состояния. Это же преданные в исклоне, в матхах. Может быть ваши секреты или наставления, советы, чем можно их заманить или купить? Вы знаете, мы имеем в разных встречах, как люди из СКОН, которые имеют маржинальные moodы, как Гопи-бхава или Кришна-бхава. Пограничные moods не гопи-бхава. Не банди-мэллоу, он в маржинале, он не везде, нет мэллоу. А, то есть маржин, пограничный, когда вообще он не зафиксирован еще. Ну, у нас они всем ноги не зависят. So, that's the idea, that people are in marginal states, so they like Krishna. Shopping-мэллоу. Shopping. Buying, selling, buying, selling, shopping. Ну, такое настроение, купил-продал, купил-продал. But the question is, how we should inspire them for manjeri-бхава. So, maybe you have some secrets. If you have a manjeri-бхава desire, you practice yourself. О, вот как! Не надо, говорит, никого вдохновлять. Вот так вот, вот слова. Не надо никого вдохновлять. Если вы развиваете manjeri-бхаву, практикуйте сами. No need to inspire. No need to inspire. Нет. Не надо, говорит, вдохновлять. If you are in marginal, you will inspire. If you are out, you have no time to get out of that. Если вы в пограничном состоянии, то вы можете еще как-то пытаться вдохновлять. Но если вы уже погружены в состояние manjeri-бхавы, у вас просто нет времени на это. У мамы уже времени нет. Да, время, мама занята очень сильно. друг, любимый, да, гопи, они все заняты, им уже не до этого, они ничего не занимаются. То есть нужно оставаться сознательным, да, зачем, как бы, покупать эту бхаву. Я не сплю, я не хочу спать, я хочу проснуться. Нет времени, братан, нет времени, у кого уже вкус развился, у них нет времени на это. И это уже бесполезно как-то. Они уже ничем не интересуются, им уже не нужны ни ученики там, ни деньги, ни какое-то признание. Они уже, вот они на вершине этого мироздания, они уже самые богатые, они уже всё имеют, и им уже ничего этого не надо. В общем, не вдохновляйте. Они просто рядом с вами будут сидеть, и они уже будут получать милость. Я помню, что когда они приходили к моему гурудеву, Радху Ковинда Пабачи, он повторял джапу, и они садились рядом. Радху Ковинда Пабачи Радху Ковинда Папачи. Радху Ковинда Пабачи Day. Все они получили общение, а до схода. Радху Ковинда, они только они получили садись. Садились только просто не спустив. Они только после садись и может разговарили, но они сидели. Все они получили without mercy. Они выкроет все от letting you sit his meaning. А почему так? Продолжение следует... 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 Махатма, то есть вот он, вы видели его, да, он получил даршин, то есть пять секунд, но посмотрите его поведение, насколько он себя ведёт, то есть уже по поведению видно, он скромный, он смиренный, он дружелюбный, он добрый, он всегда готов помочь, и у него уже по поведению уже видно, что он развился, да, в этом настроении, развил уже этот вкус, и он будет ещё дальше развиваться, у него уже 100%, 100% если все. Пранешвара знает, да, его, и ещё кто-то, и Чавана, ага, и Чавана тоже знает. Вот этого. Вы знаете, да, он Махатма или нет? Махатма или нет? Да. Пранешвара? Да. Да. Да, спасибо. Так что, мы не можем осознать, кто только белый цвет, а другой цвет, который не может изменять, кто и Махатма. Это внутреннее сознание. Реализация, хамбленность, добрость, сладкость. То есть, как мы, да, Махатма, кто это? Это вот, что это, цвет кожи там, или какие-то внешние атрибуты, как мы понимаем? Это всё внутреннее, да, внутренние реализации. Это вот эта доброта, скромность, вот эта мягкость. Это то, что внутри происходит. Вот Махатма, а не какие-то там внешние вещи. One CD has a Gopinath. I'm driving in, sitting in his car, going. And there was one bhajan. Апани адат харло хогиа бhajan. Means, if you change your bad habits, that's a real bhajan. Means, you realize and you change your bad habits. And change yourself. One bhajan. Вот мы ехали, мы как-то ехали по Вриндавану в машине и услышали один bhajan. Ну там, по-санскриту или какие-то слова были. Вот, и это значит, что измени своё поведение, измени себя. Что это значит? Это значит, что это и есть bhajan, да, это работа над собой, это то, как ты меняешься внутри. И вот эти изменения к лучшему, они и есть bhajan. Давайте почитаем, я отмёкся. А можно вопрос? Гуру-деф, can I have one question, please? Because I can forget. It is connected with Radash Tami, actually, in Russia. One devotee, he told in the beginning of sweet glorifications, he told that, I listen, I listen, and everybody has to listen. Я и хотел вопрос задать. Это касается вот, ну, празднования Radhash Tami, я сейчас по-русски скажу быстренько, потом задам. И это вопрос, значит, преданный один перед тем, как прославлять Radhiku, он сказал, что, ну вот, да, кто может это делать, к Radhiki прикоснуться, это Rupanugi. Но кто такие Rupanugi? Это те, кто следует внешней Rupi Goswami, а внутренней Rupi Manjari. Вот я хотела у Гуру-дефа, и он сказал, ну вот кто из вас внешне следует, типа, Rupi Goswami? Вот кто из вас такой же bhajan, может быть, совершает, так же аскетично живёт, победил сон и потребность в еде, да, как вот в bhajan поётся про шесть Goswami? Вот я хотела у Гуру-дефа это спросить, пока не забыла. Супер вопрос. Да, классный, классный. Согласна, что вот прям охота услышать ответ. Гуру-дефа. Да, в Радаштами фестиваль, один devotee, before he started to speak about Radhika, he said that who can, how to say, who can glorify, who can follow, yes, these moods, only Rupanuga. Only Rupanuga. And who is Rupanuga? It is said that Rupanuga is this person who is following Rupagaswami outedly, yes, like Rupagaswami inside, he's following Rupamanjari. and he was asking who can do such a Bhajan like Rupagaswami, who can conquer sleep and eating like Rupagaswami, who can be like Rupagaswami. and it was a little bit demotivating in his words. So, I want to ask you what means to follow Rupagaswami outedly, like his outer behavior, is it possible to follow his outer behavior for us? Yes? Sadak, they are cannot do. Our sadak consciousness cannot do like a material ego body cannot do. Nobody can do it. But you want to receive the Siddha Deha and you want to practice this. Well, when you get the Siddha Deha and you practice this, beg, borrow and steal, use this word here. They can do everything. Naranj Maharas say, beg, borrow, steal. They know beg, borrow, steal. They will do everything who has a test in Siddha Deha. Understands? to be when you to be the Siddha Deha, then you have these possibilities, to be we already следed and внешне. Как говорил Нарайан Госвами, вот это вот «укради», как «вы проси милостыню, укради пэк, стил и бора». А, или «займи», да? То есть должна быть такая вот эта сильная жажда любым путём получить это. Тогда они, вот эти люди, которые развиваются в Кадеху, они автоматически привлекаются как пчёлы к людям, у кого есть вот это уже право. Гриди. Жажда. Гриди. Гриди. И вот тогда, когда у вас уже вот эта сварупа-веш появляется, вот тогда у вас вот это появляется, вот это сумасшествие и появляются вот эти внешние, вот, сварупа-веш. Гавида Мохини, you did not share the whole story, please. Гавида Мохини, не всю историю поделилась, не все истории, пожалуйста, ещё. That also I like, whole story of me. Something I understand from that. Да, интересно. So, Gurudev, it means that first we are following inside, yes, inside mood, and then outside will be effect. outside is a grittiness. Stealing is outside, begging outside, borrowing outside. It's all outside happening. Outside, give me, give me, give me, borrow. I'm stealing also from the pocket in outside. It's all outside happening. because of the greed I do. I think it's all outside. I know that. Gavinda Mahini, what does it mean? 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 It's all outside. It's all outside. When we have a desire, and we are ready to seal it, and to take it, and to take it. This desire, so that the desire to listen, to be, to be, to serve yourself, Это и есть то внешнее поведение, которое нам нужно. В этом проекте, его проекте. Вы кто-то, Вы что-то это, если на этот с cima к своему в вашем сердце. Вы это maken, это в вашем сердце. Это значит, это ровность, это свет. Вы это, это, это верно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть тут говорится очень-очень много. В принципе, одно и то же. Это не так много переводить, потому что одно и то же раз пять. То есть воровство, что такое воровство, что такое воровать, правильно понимать вот это, что это значит. Это когда мы читаем, например, «Сокровенный путь преданности», который Говинда Махини перевела на русский язык. Вот он говорит, «Вот ты когда читала, переводила, разве ты не украла из этой книги вот эти идеи и всё?» Это же как бы как воровство. Это когда ты забираешь, забираешь себе, это жажда, желание, то есть ещё больше, ещё больше, ещё больше. Это качество расика. А когда ты хочешь украсть, потом пытаешься, берёшь себя, впитываешь, берёшь своё сердце, а потом ты хочешь… Что значит просить милостыню, просить у кого-то, пэкинг, вот это слово. У кого вы будете просить? У кого мы будем просить милостыню? У садху и у вайшнавов. То есть там, во-первых, у нас появляется жажда, желание, то есть мы читаем всё, и потом у нас должно появиться вот это желание просить, 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 но у кого? Ещё раз, ну, три-четыре раза подряд одно и то же, что у садху надо просить, у вайшнавов. Я, например, прошу у вас, у всех милости тоже, да, и процитировался там стих тоже, что нужно просить милости у вайшнавов. То есть это комбинация не только желания, но ещё и просить милости одновременно. Я всегда прошу милости у вас и у всех у садху, у вайшнавов. Что-то хочу сказать Я думаю, этот вопрос, который был задан, вот преданной, он как раз затрагивает один очень-очень важный вопрос. What is the cause and what is the effect? Что является причиной и следствием? We want to follow the inner feelings of rupa and we want to practice outside in sadhaka-like rupa. That was the point. Внешне мы должны следовать настроению rupa, а внутренне. Внутренне мы должны следовать настроению rupa, а внешне мы должны следовать вот этой садане, в садхакадехе. То есть и внешне, и внутренне одновременно. And I think in Vaidi Bhakti there is the understanding that when I follow the rules and regulation and practice kappas and practice renunciation and doing strong sadhana, then that the inner feelings will come. I want to purify myself and then like when I'm pure enough, then self-realization happens. И вот я вижу, что Vaidi Bhakti следует вот этому как настроению, как пониманию, что надо следовать всем там тапасе, всем правилам, предписаниям, очень строго-строго всему следовать. И вот вдруг произойдет это очищение каким-то чудесным. и все, и сразу я очищусь и появится это настроение. But in Raga Bhakti you focus to develop your inner feelings to fix yourself in the mood and become absorbed in that feelings. Но в Raga Bhakti нужно как понимание в том, что нужно настроиться внутренне, нужно внутренне следовать и развивать вот эти чувства обязательно, не ждать, когда пройдет очищение какое-то. И как Гуру-де-в объяснил, что это развьется до такой степени, что придет время, когда уже некогда будет даже делать эти ошибки и думать о них. You have no time to think for your Anathas and to clean yourself and this. Уже не будет времени, уже некогда будет думать о банатах, о своем очищении. So, I believe that the cause is the development and the growing, the nourishing of our inner feelings and our spiritual identity and the effect is that we automatically become renounced and get rid of our mistakes and our Anarthas. Вот. И я это понимаю, что, и как бы понимание состоит в том, что нужно внутренне развивать все эти чувства, да, все это настроение, и тогда во время, в процессе вот этого развития внутреннего настроения, чувств, любви и автоматически будет происходить и уходить вот эти Anarthi и перестанут происходить ошибки. If you don't have this inner identification with your spiritual body, then you become like yogi. You only practice with your saddaka, the heart, you practice renunciation and then you become only yogi. Right. А если вы не будете развивать вот эти чувства в душе, в сердце, которые, да, чувства именно, то тогда вы просто станете йогом. Это сухая практика будет, там какая, йогическая практика, медитация, но она будет без чувств, сухая. Yeah. That would be my answer. Radhe, Radhe. Это будет мой ответ вам. Radhe, Radhe. Очень хороший вопрос, Говен Думахин. I also want to share on this point of inner focus because we were also listening about this Tamagaya reverse and if we are not knowing our position in relation to Radha Rami, we will see it on the position of Krishna. And I also wanted to add on this topic внутренней практики, that if we don't want to concentrate on the right of our position, then we will not be able to develop отношения to Rikha Rani. The same thing with our Japa. We take actually the mood that we have in our Jaya and our Diksha we take in our Japa also. And the same with Japa. We also принимаем, следуем this mantra in Gaya and Diksha mantras and repeat Japa with Japa. When we chant with Mahamantra and we only think about Krishna, we cannot understand Krishna without the perspective of Shumagiradhi if we repeat Mahamantra and think only about Krishna, then we cannot develop understanding and relationship with Radharani in the way of Dasi. Because we think we are related to him, but actually we are only related to her. We can think that we only have отношения to him, but in the самом to go to his beloved and we see him only as her beloved. That's why we have anything with him. And this is the manu-givram of Chaitanya that he is giving us this chance to enter into this sweet servitors of Shima Gharadika and then really develop the relationship to her. And this is the gift of Mahaprabhu where he tells us that we need to have a feeling to serve Radharani and through this to develop the relationship with Krishna and with him. First of all. And then we will understand the words of Rupa Voswami Raghunath of our Guru we will really see they are all servants of Shima Taranta I have to really feel their mood deeply and it will become more deeply and the fear is gone. And we need to think and understand and think about the mood and nourishing yourself in the mood of Rupa Voswami Rukunath Voswami and all these acary and then when we think about it and read and remember and then it will grow up because we have nothing to lose but all to gain all to win all the mercy is there she is mercy personified there is nothing to kill and then we will learn to see everything from her perspective from the perspective of the Darcy and that is where the greed and the desire has to flow and then some feelings will come and then we увидим как бы все через нее через отхаране через служение ей и тогда когда у нас будет правильное это видение у нас появится эта жажда жажда служить жажда развиваться в этом направлении и махамантра это как раз является вот этим местом встречи местом где они встречаются и для нас это тоже является служением постоянным служением и для и для видеть Before Chaitanya, it was in the time of Jesus also, faith, hope, love, God, faith, hope, love, God, faith, hope, love, God. Before, before, before Chaitanya, before Chaitanya, Mahaprabhu, we had Jesus Christ, faith, hope, love, faith, hope, love and God. That is, faith, hope, love, God. Aditya, the four-canto is mentioned, object becomes subject, object is Krishna, he took the subject position. Object is Krishna. Object, да, object – это Krishna. Object Krishna – это указано в Аде-Лили, четвёртой главе, читании Chaitanya, о которой мы всё время говорим в последнее время. Вот, и объект Кришна, он стал Ашрая, so he became a Shraya. He became first faith, hope, Krishna and love. And Rādha became good. And Rādha became good. And Rādha became good. So, how it can be possible? This is the Manavishdham of Chaitanya, Mahaprabhu. God becomes subject and love becomes object. That is, God becomes subject and love becomes object. Rādha govinda bābā. Rādha govinda bābā. Rādha govinda bābā. Rādha govinda bābā. Love becomes object. Yes. This is also Manavishdham, Chaitanya Mahaprabhu. This practice only Manavishdham can do. What is the Rādha govinda bābā? What is the Rādha govinda bābā? What is the Rādha govinda bābā? Pārhyoja. 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 Manjari has only one practice. Pārhyoja. Mājari has only one practice. Pārhyoja. Pārhyoja. If you've got the Manjari, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что самая наша начальная практика в нашей жизни какая должна быть любовь ко всем живым существам Почему? Потому что Радхарани, она и есть все эти живые существа То есть мы должны практиковать, как в обычной жизни любить всех вокруг живых существ Это форма Радха-шакти Начинать надо с этого А там где Радха, там сразу же Кришна А если Кришна непослушна и что-то он будет делать не так, то это уже задача Манджари привести его А потому что Радхарани, она всегда знает, где Кришна и Манджари, они уже проявляют свое служение А можно Саду Баба? Маленький вопрос Вот мы читали на Радхаштаме, что песня Кришны, где одна строчка последняя Он говорит, что Винодини, я тебе сейчас тайну открою Что мы две формы, одна душа Пусть Садху Махараджа пару слов скажет на эту строчку Это в среду, да? Который был у нас в зум Да, да, да На сентябре, когда мы были в этом огромном встрече с 100 человеком То есть последняя письма, где Кришна говорит, что мы два тела, но одна душа То есть когда происходят лилы, то Кришна говорит, что мы два тела, но одна душа То есть когда происходят лилы, то Кришна и Радха, они в двух телах, да? Но когда мы говорим о душе, то это читание Махапрабху Ну, вместе Вот когда Кришна и Радха объединяются вместе, и это как раз и проявляется в виде читания Махапрабху, который говорит, что любовь — это цель и любовь — это путь Стихна и Радха объединяются вместе, и это как раз и проявляется в виде читания Махапрабху Видите, когда я читаю Радха Расва Судханидхи и Вилапа Кусуманджали, то у меня не приходит на ум Говинда Лиламрита, я не думаю об этом, а мне сразу появляется желание почитать читания Чиритамрита Как они, вот эти как две души в одном теле, да? Как это происходит? и And this is Rāb. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāb, Hare Rāb. Rāb, Rāb, Hare Hare. The last line is for Manjari. Rāb, 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 Hare Hare, is for Chaitanya. And first is for Rādhā. Hare Krishna, Hare Krishna. He is for Rādhārāni. Rādhārāni is that thing. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Rāb, Rāb, Rādhārāni is a Rādhā, Krishna, always in Rāman, always in Kajuga love. That is Rāb. They are always in Rāmane, Iti Rāb, always in Rāman. They never go out, for any moment, out of the Rāmane. They are never separated. They have no other business, that is Chaitanya. They are always Rāmane in the Chaitanya. So, Hare Krishna, yes, there is first Rādhā, then Hare Rāma. It is already in Kajuga, because they are already together. Well, they are already together. And in fact, Krishna and Rādhā, they are always together. And they are also expressed in Kajuga, in Mahāmane. And for the Manjari, it is Rāma, Rāma, when I meditate, you are Rāma, 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 Rāma. So, this is Divine Mahārāsā. It is already the Divine Mahārāsā. Аре значит Радхи. Кришна. Кришна. Кришна тоже хочет обнять, да? Кришна-Кришна. Ну, понимает Радхи. И превращается в Читами потом. Аре Рам. Аре Рам. Рам, Рам. Это есть значение, да? Мантры. Манжари Бхава. Манжари Бхава. Садана. Садана Манжари Бхава. Чтобы усилить ваше настроение в вашу Манжари Бхаву. Вот эти слова. В 80-х годах ко мне пришло это понимание. Очень много объяснений Махамандры. Ну, я как бы не думаю о них. Это моя реализация, и я хочу жить в этой реализации. По милости Гуру Дэва, я получил эту реализацию. Да, это не просто как бы поделился, это внутри меня, то есть искренне. Мало просто послушать, чтобы понять, чтобы понять, мало послушать. Когда пойдет реализация, когда это произойдет реализация, вот только тогда вы это поймете. Послушать, да. Да, надеюсь, что вы поймете, это вот моя реализация. А можно еще вопрос маленький? Рады-рады. Иван Макшин. Рады-рады, окей. Да, да, еще вопрос он говорит, да, задавайте. Ну, то есть вот по вышесказанному, да, то, что сказал Баба Саду Махараджи. То есть вот медитация на мантру, как, знаете, я задумываюсь, что мы должны вот как бы, да, все, что вышесказанное было, да, что сказал Баба, поделился. Мы должны медитировать это в разлуки, либо навстречу, либо это должно быть, ну, как придет спонтанно, да, то, что как придет. Либо мы должны вот, как Чайтаня, да, это он же в разлуке практиковал это. Либо мы наоборот должны вот обнимать Кришну, да, и раду. Кришна должен раду обнимать в нашей медитации, в нашей мантре, да. Рада Кришна, ну, вот как, навстречу или на разлуку, либо это должно прийти, как придет. Доброе утро. Только встретились и обнимаются, вот как первый раз. Девушка, да, обнимает парня, то есть они друг друга обнимают. No separation, you mean, just me. So heavy, Haga, that Krishna becomes inside and Radha is out. So, one time he's not working, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, double hugging. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. То есть он обнимает тоже, да, Кришна, один раз? Один раз. Он не может два раза обнять, потому что он уже внутри находится. Повторяйте, да, и развивайте хитху. Продолжение следует.